Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Вчера стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк впервые появилась на телеэкранах. Пишут, Анастасия Заворотнюк вернулась на экраны спустя два года после болезни. Люди на самом деле прислали достаточно много вопросов. Помятую я то время, когда я снимал видео об Анастасии Заворотнюк. Да и, собственно говоря, просто людям было интересно, как такое могло случиться, что Заворотнюк, собственно, выглядит не так, как показывали вот на этих скрытых снимках, с камеры наблюдения, с камеры, которая фиксирует штрафы нарушения правил дорожного движения, когда Петр Чернышев якобы нарушал правила. Я напомню, там Заворотнюк рядом была такая достаточно распухшая. Как сообщает информационное издание, на свое 50-летие тяжелобольной Анастасии Заворотнюк удалось вернуться в эфир телеканала НТВ. И актриса появилась в прекрасной форме. Сериал «Каспий-24» впервые вышел на экраны в 2021 году. Спустя два года, как у Анастасии Заворотнюк, диагностировали онкологию. Сразу после выхода фильма в эфир, почту телеканала НТВ буквально оборвали любопытные зрители, которые интересовались, как Заворотнюк смогла так быстро вернуться в прекрасную форму. Многие написали, ну понятно, вот тебе и ложь всплыла, так сказать, что в такой же она прекрасной форме. То есть не только писали тем, кто снимал о ней, но и телекомпании. На самом деле фильм был снят за несколько лет, пишут до болезни Анастасии. О ее откровении о картине на НТВ опубликовали с опозданием. Вот что она говорила тогда. Моя героиня хрупкая женщина, она неотступно следует за своей мечтой создать настоящее телевидение, теплое, сокровенное, которое способно делать людей счастливее. Прямо пророческие слова о том, как наше телевидение должно измениться. И именно это ей не дает сдаться. Сдаться. Интересно, да? То есть человек до болезни как раз говорил о борьбе. Так что это сериал, который был снят до ее заболевания. А вышел на экраны, получается, спустя несколько лет. Вот такие новости, друзья. Пожелаем заворотнюк выздоровления, как и, собственно говоря, Юдашкину. Всегда, когда человек борется с заболеванием, это всегда, конечно, очень и очень тяжело для него и его близких. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный и запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика, не только политик с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.